Добрый день, уважаемые представители некоммерческих объединений. Я очень рад, как представитель КЮСКО или Фонда гражданского общества, приветствовать вас все и добро пожаловать на наш информационный день на русском языке, где мы расскажем об условиях и возможностях конкурса финансирования «Прыжок в развитии». Сегодня вы услышите Анну Хейнсу, которая является консультантом некоммерческих объединений на русском языке в Тайлине и обслуживает регион Харьюма, и Татьяну Саморскую, которая обслуживает Дидабирума и находится, как неизвестно, в Нарве. Окей. Все вопросы приветствуются. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Для нас важно, что этот информационный день на русском языке, потому что мы не хотим, чтобы люди не получают возможность принимать участие на этих конкурсах. Хотя, как вы знаете, адаптайствовать надо все-таки на эстонском языке. Но теперь уже передаю слово Анне, которая более конкретно расскажет о конкурсе. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. И по традиции мы все-таки начнем маленькое, пока люди еще тоже собираются, чуть-чуть маленький обзор про то, чем все-таки мы занимаемся. Почему мы это делаем каждый раз? Потому что всегда есть новички, и они не знают, чем же все-таки занимаются центры развития. Так, польза от нас есть, сразу говорю. Таня, можешь переключать дальше. Следующий слайд. Одним словом, в каждом уезде в нашей Эстонии есть центры развития, и в каждом из них есть консультанты некоммерческих организаций. Сразу скажу, что сами центры занимаются не только некоммерческими организациями, услуги доступны для предпринимателей, начинающих, уже таких продвинутых предпринимателей, для инвесторов, для предприимчивого молодежи и так далее. Но, тем не менее, мы с Татьяной здесь представляем негражданские объединения, и, соответственно, напоминаем еще раз, что наши услуги бесплатные. То есть иногда спрашивают все-таки, сколько это стоит, есть ли какие-то ограничения, нет, вы обращайтесь к нам. Поскольку мы находимся под эгидой КЮСИК, который, в свою очередь, находится под внутренним министерством, то финансирование мы получаем оттуда. И, конечно, сами консультации – это только часть нашей деятельности, также мы осуществляем разные важные проекты. И, наверное, да, продемонстрируем вот эту страничку, она наиболее информативна. Здесь вы можете найти уже материалы, очень конкретные какие-то ссылки, может быть, примеры. Здесь вы можете сориентироваться по структуре по какой-то, и также здесь публикуются информация о мероприятиях и о каких-то сроках, о проектах. Сразу говорим, что, конечно, на эстонском языке страничка, она самая полная, здесь самая полная, самая актуальная информация. На русском языке она менее информативна. Поэтому всегда предлагаем сравнивать ее как минимум или заходите на эстонскую страничку, тоже проверяйте. И также и у нас в ХИАКе, в Хариусском центре развития и принимательства и в Девирусском центре развития, у нас есть странички в Фейсбуках. Там тоже можно находить полезную информацию оперативную. И там же находятся контакты всех консультантов. Должны ли вы обращаться только по своей прописке, по уезду? Нет, конечно, можете, в принципе, обращаться к любому консультанту, но напоминаем, что, наверное, на русском языке консультируем больше всего я, Татьяна, и у нас еще теперь есть новая консультантка Надежда Морозова. Сегодня она здесь не участвует, но, тем не менее, она тоже есть. Так что имейте это в виду. Ну и, наверное, тогда уже перейдем к самому конкурсу. Мы сегодня представим вам условия конкурса прыжка в развитие. Это программа КЮСК на этот год. Посмотрим. В принципе, изменений практически нет. Чуть-чуть совсем там есть нюансы, но все осталось, в принципе, можно сказать, так же, как и прежде. Итак, напоминаем, почему вообще этот конкурс делается и для кого КЮСК разрабатывает эти программы. Цель – это сильные, деятельные, жизнеспособные организации, активные люди. Поддерживается деятельность организации для того, чтобы они, в свою очередь, могли достигнуть своих уставных целей, для того, чтобы увеличилась вот эта жизнеспособность, активность, потенциал как самих организаций, так и их целевых групп. И что можно изменить в рамках этого конкурса? Допустим, вы можете поработать со своим стратегическим управлением, посмотреть, измерить результаты или свое влияние. Если вам важно заняться темой управления людьми или рабочими процессами, тоже можно это здесь делать. Если вам важно наконец-то посмотреть, что происходит с вашими финансами, доходами, можно. Коммуникация, сотрудничество и прочее. Если это важно, как-то заниматься защитой или адвокацией целевых групп, то, в принципе, тоже можно. Одним словом, помните про то, что вы занимаетесь развитием своей организации для достижения уставных целей, но при этом вы несете пользу обществу, если совсем коротко так сказать. Дальше, Тань. Так. И что здесь? Что здесь важно? Идти в этот конкурс нужно, исходя из проделанного анализа и предыдущего анализа потребностей в развитии. То есть просто так, как бы пойти ко мне, поучаствовать в этом конкурсе, это не совсем корректно так делать. То есть сперва все-таки нужно досконально изучить и понять, на каком этапе вы развития находитесь, какие, может быть, темы, проблемы для вас актуальны. И какое же направление в развитии было бы наиболее продуктивным вот в этом случае. И также, естественно, придется тогда уже прогнозировать те результаты или те цели, которые вы хотели бы достигнуть в развитии организации. То есть куда вы хотите успеть в результате этого проекта. И, естественно, какими тогда методами, индикаторами, как вы вообще будете замерять вот свои результаты. Было и стало. Вот каким образом? Это необходимо будет продумать. Помним про то, что, как я уже сказала, да, обязательно надо будет предпосылка для подачи заявки. То есть в самой уже проектной форме есть такая часть, как описание предыдущей деятельности, результатов, влияния. То есть вы знакомите уже проектной заявки, знакомитесь со своей организацией. Кто вы такие, чем вы занимаетесь, почему вы это делаете, какая польза для общества, для целевой группы, какие ваши достижения. Это все уже должно быть сделано. И в самой заявке прописано. Анализ потребностей развития обязательно. Обзор и выводы потребностей целевой группы. Здесь, конечно, самое интересное и понимание должно быть в том, что вы делаете это про них вместе с ними. То есть необходимо приобщить ту самую целевую группу, как-то с ними прокоммуницировать и услышать их потребности или их желания, или их точку зрения. И как-то сделать такую вот общую стратегию, общую видение, куда же вы дальше пойдете с этой информацией. И бизнес-план необходим в том случае, если все-таки вы желаете выйти на тот уровень, что вы хотите постоянно иметь собственный доход. То есть вы будете заниматься уже так называемым социальным предпринимательством. Если мы говорим про то, что вы собираетесь реализовывать свои товары и услуги, то в этом случае бизнес-план будет тоже необходим. Он будет подаваться вместе с проектной заявкой. Дальше. Следующий слайд. Да. И помним про результаты проекта. То есть уже на этапе подготовки, написания заявки вы должны понимать, да, смотреть в будущее и понимать, какие же все-таки результаты вы хотите достигнуть. И это результаты, да, мы сейчас все-таки говорим, это прыжок в развитии. Это в первую очередь для организации. Ну или там для целевой группы. То есть надо смотреть. То есть какие изменения, какие прямо такие кардинальные изменения. То есть вы выйдете, можно сказать, на следующий уровень развития, какие изменения вы хотите достигнуть, что вы хотите добиться. И опять, не устану повторять, индикаторы, индикаторы. То есть чем будете мерить этот результат. Таня, я тогда передаю тебе слово. Дальше ты уже тогда расскажешь, да, про экспертов и прочее. Анечка, это твой слайд последний. Хорошо, могу рассказать. Эксперты, это уже не первый год, абсолютно не первый год, когда эксперт по развитию стал необходимым. Его необходимо приспособить и задействовать. И тем не менее до сих пор есть непонимание, ну почему же это надо делать. И мы сами справимся, у нас достаточно компетенции. Возьмите это как возможность, да, которая оплачивает Кюськ. И однозначно это только польза и взгляд со стороны. Иногда мы бываем как бы зашорены, да, в своей ситуации мы внутри. И мы не понимаем, может быть, иногда, как это выглядит со стороны. Вот эксперт, он действительно эксперт по развитию. Вы его привлекаете со стороны. Откуда его взять? Его взять можно прямо из списка экспертов. Этот список находится на страничке самого Кюськ. Можно ли взять еще кого-то, кого я вот хочу? Его нет в списке. В принципе, можно. Все будет зависеть от того, от той темы, от той проблемы, от того направления, которое вы планируете развивать. То есть то, что вышло из потребностей в развитии. То есть, ну, допустим, вам нужен, будет точно понятно, что вам все-таки нужен эксперт по финансам, или вам все-таки нужен будет эксперт по коммуникации. Вот отсюда смотрите. Обязательно надо будет уже посотрудничать. То есть на момент подачи заявки, это, наверное, уже позже скажу, но все-таки, да, что уже на момент подачи заявки вы должны понимать, кто будет вашим экспертом. То есть уже надо с ним как-то пообщаться, обговорить какие-то основные моменты, и, можно сказать, вписывать его уже в проектную заявку. Вот, естественно, как я сказала, все будет, принимайте это за то, что услуги эксперта оплачивают Кьюськ. То есть услуги акцептированы, расходы акцептированы. И пользуйтесь случаем. Таня, ну, теперь точно тебе слово. Добрый день всем. Я расскажу кратко сейчас о основных условиях этого тура. Конечно же, полные условия расписаны в самих условиях. Их можно скачать на сайте, но там только на истовском языке есть. Вот. И хотела сказать, что, конечно же, не расходитесь раньше, потому что еще после этого Аня покажет немножечко по проектной заявке, поговорим вообще, что там важно, что не важно, да, то есть она продемонстрирует чуть-чуть. И в самом конце у нас еще будет выступать Нелли, и она нам расскажет про историю успеха, скажем так, от датаства из этой программы. Так что, я думаю, очень будет интересно. Вот. И касаемо, конечно же, условий, в принципе, здесь нету больших изменений по сравнению с предыдущими турами в предыдущих вот этих лет. То есть обязательно организации, которые будут подавать, должно быть уже больше года, да, то есть организация не может быть моложе одного года. Обязательно должна быть деятельность прозрачная. Это значит, что мы видим ее на… Либо есть своя страничка в Фейсбуке, либо есть страничка у своей зонтичной организации, у партнера и так далее. То есть там, где может увидеть именно члены комиссии, да, которые будут рассматривать вашу заявку. И КЮСК, где находится устав о том, что у вас есть годовых отчеты, также должен быть вывешен, ну, прозрачно, да, то есть все могут видеть состав правления и о том, что ваша организация следует этическому кодексу. Здесь, ну, в презентации есть пример, вы можете свой этический кодекс написать, прописать, то есть это не запрещено, но здесь просто как пример это указано. Не поддерживаются организации, у которых есть задолженности, то есть обязательно проверяйте, особенно те организации, которые плачивают заработные платы, бывают очень обидные, там у вас стоит, там, ну, какая-то не успели, да, туда-сюда, эти с этими налогами как бы пройтись, и вот на момент того, когда будут смотреть ваше, проверять техническое оценивание, чтобы не было никаких задолженностей. Также, к сожалению, не могут ходатайствовать организации именно политические партии, различные объединения, профсоюзы, организации, находящиеся под влиянием публично-подпринимательского сектора, да, то есть это открытый тур, он идет, он именно открыт для организаций, которые действуют в открытых общественных интересах, то есть у него не может быть закрытой какой-то целевой группы, куда не могут попасть остальные. И также исключаются организации, которые в этот момент уже такой проект с предыдущего тура осуществляют, то есть если вы поддавали проект, он у вас прошел, и вы его осуществляете, то, к сожалению, невозможно подавать в этот тур. И, конечно же, о суммах, да, то есть то, что обычно всех интересует, в этот раз выделена сумма чуть больше, чем в прошлом году, и выделена отдельно 248 тысяч на поддержку региональных организаций и также 248 тысяч на поддержку всесетонских или международных. То есть и вот здесь расписано, в слайдах не буду повторяться, да, что является региональной организацией, что является всесетонской или международной, то есть они будут рассматриваться на отдельных уровнях, и бюджеты выделены отдельно на эти вот. И как бы максимально можно просить 25 тысяч евро, ну, то есть это максимально, это не значит, что столько надо просить, можно просить и 10, да, и 15, но вот максимальная сумма 25 тысяч. И самофинансирование 5%, но я обращаю ваше внимание на вот эту следующую строку, потому что не все читают до конца, и возникают потом проблемы, да, то есть если вы хотите купить какое-то основное имущество или построить что-то, да, ремонтировать что-то, то это не 5% софинансирование будет, это уже будет 30%, да, то есть как бы если вот у вас какое-то приобретение либо основного имущества, неважно, что прописано у вас в бухгалтерии, тогда если вы основное имущество берете на сумму, например, выше тысячи евро, да, то здесь будет считаться, что вы приобрели средство, ну, какую-то покупку сделали на сумму выше 200 евро, то это тогда 30% уже самофинансирования идет. То есть как бы вот, чтобы это было понятно для всех. Срок подачи 15 сентября до 15.00, да, мы всегда повторяем, что время это важно, то есть если время стоит, если оно указано, это значит, что до 15.00, да, то есть в 15.05 ваша заявка уже не пройдет техническое оценивание. Имейте это в виду, да, посылайте раньше, чтобы не зависеть от интернета, от проблем каких-то связей и так далее, и так далее, потому что тогда вы успеете получить подтверждение, что ваша заявка пришла и будет, как говорится, сердце спокойно. Вот, использовать это пособие можно с 1 декабря до 31 июля 2024 года, но не менее, то есть вы можете выбирать какой-то там другую, да, скажем, другой продолжительный период, но не менее 12 месяцев он все равно должен быть, то есть это минимум, который стоит. Документы подаются в дигитальном контейнере, то есть вы складываете туда все документы, которые подготовили и подписанное дигитальное ходатайство отправляете на адрес Кюска. И что же там в этом контейнере должно быть? Там обязательно должна быть общая форма заявки, вот здесь есть ссылка сразу же на нее, да, где вы ее можете найти, и эта форма заявки вам Аня потом покажет, она разделяется на цвета, на два цвета, на желтые и синие цвета, и желтые, вот, это то, что касается вашей организации и потребностей в развитии, а синяя, это уже все, что вы прописываете в сам проект, конкретно напрямую связано с этим. Также к этому плюсам, к этой форме заявки вы прикладываете форму бюджета, ее тоже также надо скачать на этом сайте, вот по этой ссылочке, и расписать все-все-все, что там спрашивается. Также вы будете прикладывать сюда бизнес-план, да, или обоснование, анализ вот этот вот ваших потребностей, вот, то есть это тоже все дигитально подписывается, все в один контейнер складывается. Расходы, ну, проще так вот здесь, как бы вот они расписаны, ну, как бы если кратко сказать, то, в принципе, почти все расходы, они акцептируются, главное, чтобы они были напрямую связаны с данным проектом, с данными вот этими вашими планами, вот, то есть нету каких-то прямо сильных исключений из-за этого, то есть, в принципе, расходы, как бы, акцептированы именно прямые, да, есть, также акцептируются общие расходы до 15%, это расходы вашей общей организации или, да, или, то есть, ваши расходы на развитие, так скажем, можно так сказать, их не нужно обосновывать, их там прописываете в бюджете, ставите, ну, вот это до 15%, они, как бы, акцептируются. Ну, вот кратко, если говорить, что они поддерживаются, то никакое проектирование, то есть, если вот вы видели, там было написано, что могут быть и ремонтные работы, могут быть и строительные работы, но не могут быть именно работы по проектированию, да, то есть, если ваш проект вот это включает, то это, к сожалению, не проходит, если, именно если проектируемый объект не будет готов к концу проекта, да, потому что, ну, есть такие некоммерческие организации, которые спрашивают только на проектирование, То есть здесь это невозможно. То есть вы не можете купить так называемое руководство проектом у какого-то другого лица, у другой организации, как у юридического лица. То есть вы можете только вести, быть руководителем проекта именно как физическое лицо. То есть купить как услугу юридического лица нельзя. Ну и если расходы у вас не обоснованы, то есть если вы в форме бюджета прописали какие-то расходы и не обосновали их, то они считаются, что они не акцептируются. То есть обязательно все расходы должны быть обоснованы и важны с точки зрения проекта. Вот. Обращая внимание на конфликт интересов, такие вопросы возникают достаточно часто при написании проектов, потому что многие члены некоммерческих организаций, они также члены их коммерческих организаций, связанные все равно так или иначе, это деятельность. То есть обращайте внимание просто на конфликт интересов. И если вдруг вы видите, что вот все-таки он возникает, то проще обосновать и согласовать именно с кюзком заранее, чем потом из-за этого, чтобы ваш проект не пройдет. То есть лучше тогда согласовать. Ну и целовые предложения. То есть здесь не стоит, что это обязательно, но очень-очень желательно, я бы так сказала. Потому что если все-таки вы делаете какую-то большую покупку, больше 2000 евро, то желательно это все-таки обосновать именно, почему вы именно там это покупаете. То есть это не значит, что вы должны взять самый дешевый вариант, но это значит, что у вас должна быть продуманная покупка, и нужно как бы показать это и кюзку, то, что вы это продумали, а не просто взяли первое попавшееся предложение. Очень быстро скажу, чтобы понимали, как действовать дальше. Будет техническое оценивание, то есть посмотрят, все ли у вас в порядке с вашими годово-хозяйственными отчетами, есть ли у вас страничка, где вот эта прозрачность вся есть, нет ли у вас задолженностей и так далее. То есть как бы вот это техническое оценивание. После этого проекты, прошедшие техническое оценивание, поступают на содержательное оценивание. И содержательное оценивание идет еще примерно два месяца. Примерно два месяца. То есть здесь написано, что не ждите раньше середины ноября 2022 года, что с вами подпишут договор. Соответственно, соответственно, планируете свои действия, да, то есть именно по проекту, не раньше все-таки этого. Ну и как уже было в предыдущем слайде сказано, что все равно вы можете, у вас акцептируемые расходы могут быть только с 1 декабря. Поэтому как бы это вот очень все логично получается именно по срокам. Так. Ну, критерии оценивания вы можете почитать потом уже, когда начнете писать проект, да, то есть вы увидите, насколько важно, да, то есть каждые строчки, да, то есть чтобы именно когда вы напишете проект, чтобы вы посмотрели с точки зрения и оценщика тоже, насколько вы вот этим по баллам, по вот этим процентам можете свой сами проект оценить, а также дать кому-нибудь другому еще оценить, например, нам, консультантам мне или Ане или Надежде, например. Важно еще то, что может быть неприятным сюрпризом потом, если вы об этом заранее не знаете, что не вся сумма выплачивается сразу по проекту, да, то есть если вы ходатайствуете, вы получаете позитивное решение, то после подписания договора вам перечислят только 50% вначале, да, то есть вы должны иметь в виду это и должны планировать свою деятельность именно так, чтобы вы смогли справиться с этими суммами, а не, допустим, не рассчитать так, что вы сразу же в первый месяц должны 100% потратить. В принципе, вам никто не запрещает их тратить и 100%, но тогда эти остальные 50% должны быть у вас сначала свои, да, то есть потому что вы их не получите вначале, вот, и после этого у вас будет дата стоять срок в договоре промежуточного отчета, промежуточный отчет посылаете, тогда его принимают, и тогда вы перечислят остальные 40%. Вы тратите эти деньги, и тогда потом пишете окончательный отчет, и уже после окончательного отчета вам посылают уже, да, то есть тогда 10% остальные вам перечисляются. Это важно, потому что суммы большие, да, то есть когда мы говорим о двух тысячах, это одно, когда мы говорим о 25 тысячах, это, конечно, уже может возникнуть проблема, как это все проворачивать, поэтому думайте об этом заранее и планируйте именно свои финансовые потоки, вот именно так. Также для тех, кто раньше не писал и не знает, это требование уже было и в том предыдущем туре, и оно осталось, что через два года после окончания проекта вам нужно предоставить еще один самый последний отчет. То есть это просто для того, чтобы для Кюска было понятно, что ваш проект не закончился на вот так вот просто, ну, раз, и все, и больше ничего нет, и никакого влияния нет, и ничего не осталось после этого, да, никакого следа. То есть вы же будете прописывать в отчете, в проекте, жизнеспособность проекта, и в данной ситуации как раз-таки вы сможете эту жизнеспособность и описать через два года, да, то есть проект должен жить после того, как он закончился. И вас могут попросить участвовать в интервью, это случается, вот как мы попросили сейчас с Анелли участвовать в интервью, и мы очень рады, что соглашаются люди, потому что это важно, мы хотим другим тоже показать, что это не страшно, что это получается, что так можно, что так нужно, скажем, да. Поэтому кого как не вас, кто получит эти деньги, потом просите участвовать также в дальнейших интервью. Так, типичные ошибки, да, то есть эти ошибки, которые здесь сейчас прописаны у меня на нескольких слайдах, сразу скажу, что это не мною придуманы, да, и не они, это именно поданы от членов оценочной комиссии, сделаны, так скажем, выводы, какие были в основном эти ошибки, и чтобы вы не натыкались на вот эти грабли, как говорится, второй раз, или там как-то на чьи-то чужие грабли, не надо изобретать велосипед, то вот мы их скомпоновали и выставили для вас, да. Ну, про опоздание заявки я сказала, да, то есть даже в 15.02 или в 15.03 поступившие заявки считаются опоздавшими, поэтому имейте это в виду. Подписал кто-то другой. Очень часто есть один руководитель проекта, а есть люди в правлении, имеющие право подписи, да, то есть не всегда это человек один и тот же, да, в маленьких организациях, да, в больших очень часто нет. Поэтому смотрите, чтобы подписал именно тот, кто имеет право подписи. Да, когда мы пишем проекты, есть у нас куча документов, и мы их меняем каждый день, мы их посылаем куда-то и так далее. То есть обязательно смотрите, чтобы именно ту версию послали, а не рабочую, не какой-то пустой документ и так далее. То есть переназывайте новыми именами, смотрите, чтобы было именно последней версии. То есть, к сожалению, это очень обидная ошибка, когда так получается. Несмотря на то, что мы каждый раз говорим, что у вас должна быть интернет-страничка, или у вас может быть на фейсбуке страничка, и вот там-то должно быть то-то, то-то, и все равно это отсутствует, это не найти. Поэтому обратите на это внимание, да, чтобы это все-таки было к моменту подачи заявки. У вас тоже сделано. Ну, да, ходатасовская организация находится под влиянием открытого сектора. Такое бывает. Обязательно уточните. Если у вас не обычная некоммерческая организация, а с составом именно других, допустим, каких-то городов или каких-то других организаций, то лучше уточнить, точно ли ваша организация может ходатайствовать в этом туре. Цель очень часто как бы так не очень правильно формулируют в заявках, да, то есть именно формулируют, что мы хотим сделать то-то, и мы хотим вот это сделать, и, кстати, чтобы вот в проекте было сделано вот это, и считают это целью. К сожалению, цель не может быть сформулирована как деятельность. То есть как бы поэтому посмотрите, и посмотрите обязательно, когда вы будете писать, цель именно самой этой программы, чтобы ваша цель совпадала с целью самой этой программы, да, то есть чтобы она была максимально похожа, чтобы вы получили за это максимальные пункты. Часто немного рассказывают про себя, да, то есть не пишут свои сильные стороны, и слабые стороны, и вот это слабое обоснование существования организации, да, то есть именно посмотрите, это важно, да, чтобы у вас тоже было прописано. Анализ сделан нецелостно, то есть мы очень советуем именно экспертов привлекать, чтобы тоже проверили ваши анализы, чтобы не просто поверхностно вы сделали анализ, чисто для галочки, для того, чтобы вот написать этот проект, а именно все-таки этот анализ нужен вам в первую очередь, он должен быть сделан именно целостно, скажем так. Жизнеспособность проекта, вот как здесь написано, показано, что жизнеспособность проекта возможна только с помощью проектов, да, то есть чтобы у вас не было такой ошибки, чтобы вы тоже такое же написали, да, покажите, что ваша жизнеспособность в вашей организации не только зависит от написания проектов, о том, что вы можете существовать и сами, и ведете деятельность и без проектов, и то же самое и по поводу проекта, что жизнеспособность у него тоже имеется. Ну, каждодневная деятельность, она не поддерживается ни в каких проектах, ни в этом туре, ни в других, то есть именно повседневная деятельность, которая там у вас идет, это она не поддерживается. То есть проект, он проект, он сегодня начался и закончился через 12 месяцев, и что-то в этот момент случилось, это именно не относится к каждодневной деятельности, скажем так. Также, например, часто не совпадают бюджет и план действий. То есть люди пишут в план действий одно, а в бюджете есть какие-то другие странные строчки, и вот ты начинаешь это искать из действий, а их там нет. То есть смотрите обязательно, то есть прямо вот берите красную ниточку и ставьте вот у меня действие такое-то, я делаю в практике то-то, и вот к нему относятся вот эти расходы, и так дальше по каждому вашему действию, чтобы не было такого, что у вас не совпадает, да, потому что, ну, например, если вы ставите, что у вас целевая группа в проекте будет 15 человек, а кофе, ну, так я просто утрирую сейчас, да, кофе-паузу вы заказали на 50, то это очень непонятно, потому что там 15, тут 50, да, то есть вот и такие всякие вещи, чтобы у вас все-таки совпадали. Обязательно смотрите. Что еще, да, если в проекте как бы прописано несколько людей, и их роль не обоснована, то есть люди, ну, желательно, чтобы было много людей, как говорится, да, чтобы было привлечено много членов, но их роль все-таки должна быть обоснована, да, то есть у вас должно быть продумано, кто чем занимается, кто за что отвечает и так далее, то есть как бы чтобы это было понятно, чтобы вы продумали именно роль вот эту командную, вот этого вашего проекта. Что еще тут важно сказать, что риски, да, бывают непродуманные, например, ну, что такое может быть рисками, да, например, вот вы показали, что у вас в проекте будет участвовать 200 человек, а по факту, например, у вас, ну, приходит только 50, да, то есть это очень большой риск, что вы, например, не наберете нужное количество народа, то есть это есть риск, вы пропишите, что это такое, ну, то есть и Кюзка увидит, что вы продумали этот риск, или, например, у вас проект связан с сезонностью, например, да, это летний лагерь, например, на море, или лыжный забег, вот, ну, то есть тогда это связано с сезонностью, есть ли у вас снег, например, если он вам нужен, или есть ли хорошая погода и так далее, и так далее, то есть вот эти риски, это все риски, это обязательно прописывать, да, то есть смотрите, чтобы у вас все это было продумано. Слишком короткий период проекта, да, несмотря на то, что написано 12 месяцев, люди все равно умудряются поставить 6 месяцев и так далее. Неструктурированный сплошной длинный текст, много повторений, ну да, конечно, каждый раз говорим, пишите понятно, пишите абзацами, не пишите сплошняком, да, то есть выделяйте главные вещи, чтобы там прямо вот все у вас было структурировано, чтобы можно было легко прочитать, чтобы это было всем понятно, не надо было выискивать из большого текста какую-то важную вещь. Так, ну и что, последнее, вот у меня тоже такое здесь слайд, то есть вы можете все информацию, которую мы сегодня вам рассказали, найти вот по ссылке, да, вот это там все будет. Также Аня рассказала про то, что консультанты некоммерческих выездных центров развития могут вас бесплатно консультировать и в составлении проекта, и прочитать вашу заявку, конечно же, не в последний день, а заранее, если вы нам пришлете, то мы можем откомментировать вашу проектную заявку, показать, где у вас есть слабые стороны, что-то там посоветовать, где-то что-то еще успеть поменять. Вот, то есть, ну и полезные ссылки, да, вот потом вы пройдете и найдете. Анечка, ты будешь теперь заявку, ты сама сможешь поделиться экраном? Я попробую, надеюсь, что откроется. Да, и напоминаю, что пишите вопросы, вот если у вас сейчас в ходе презентации эти вопросы возникают, пишите вопросы, потому что, ну, вы можете их и потом спросить, когда мы закончим в микрофон, но можно писать и параллельно, если вдруг у вас есть какой-то вопрос, попробуем ответить. И мне уже писали чуть-чуть, хочу напомнить, те, кто зашел сюда просто по зумовской ссылке, и вы не регистрировались, то и хотите получить презентацию, но, наверное, сделайте это прямо сейчас, если вам действительно нужны эти материалы, потому что мы можем отправить нашу презентацию только тем, кто зарегистрировался, откуда мы узнаем ваше мейл. Вот, так что, как и в презентации было написано, и сейчас, да, обращаем ваше внимание, что это все состоит из двух частей, два цвета, да, запомните. Есть синий цвет, это прям сам, прям проектная заявка, а есть такой желтоватый персиковый, я буду условно говорить, что он желтый, мне так проще. Это про саму организацию. И, как видите, да, вот здесь указан вот этот период. Помните про то, что сам период может быть меньше, но не выходите из заданных рамок, то есть не с ноября и не в августе 2024 года он закончится. Указывайте все свои данные контактные, да, вот в этой шапочке, и данные контактные. То есть это реально те телефоны и имейлы, на которых человек оперативно реагирует. Вот что очень-очень-очень важно. Здесь вы отмечаетесь, да, где вы действуете, вот таким синеньким. Как Таня уже упомянула, есть возможность действовать регионально, да, в всем каком-то уезде по всей Эстонии или в международном. Собственно говоря, туда галочку ставите. Если вы действуете, ну, так условно, больше, чем в трех каких-то уездах, регионах, это уже считается, что это все эстонское. Вот имейте в виду. Это так, можно сказать, для статистики, но чтобы вы тоже понимали масштаб своей будущей деятельности. И вот начинается вот эта желтая часть. И в чем тоже типичная достаточно ошибка, почему-то именно сюда начинают писать все про проект. И название проекта, и цели проекта, это про организацию, да. И все, что написано вот в этой форме, запомните, здесь нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней запятой. Вот ровно то, что спрашивают, вот если вы это напишете, это уже будет вам счастье. Правда. То есть не игнорируйте, не стоит выбирать, что если там написано первое, второе, третье, я отвечу пока только на четвертое, и вроде как нормально. Нет, отвечайте на все эти вопросы и раскрывайте все те вот эти вот ключевые слова и ключевые понятия, которые указаны. Вот, то есть, соответственно, здесь мы говорим про организацию. Зачем вы были созданы? Для чего вообще были созданы? Да, в чем суть была? Про что вы тогда думали? И как вы теперь действуете с этой мыслью, да? И, соответственно, как вы меряете свои результаты вашей деятельности? То есть, опять-таки, надо будет посмотреть индикаторы. Что вы меряете? По сути, ни мы, ни оценщики не могут вам это указывать. Это действительно должны понимать только вы. Что будет самым оптимальным вот этим индикатором? Я не знаю, что вы будете мерить. Количество встреч, количество участников, количество денег. Это может быть все, что угодно. Но это должен быть такой универсальный индикатор, который действительно может очень четко показывать прогресс вашего развития. Было, стало. И, как видите, надо будет не просто измерить ту ситуацию, в которой вы живете в 22-й год, да? Надо вспомнить, что у вас было тогда в 20-м, да, откуда вы начинали, и прогнозировать 24-й год. И не просто было, стало хорошо, много, нормально, а именно достаточно четкими такими вот критериями. И, как видите, да, вот здесь всегда идут самые формы подсказки. Здесь по-эстонски написано, что, в принципе, не надо гнаться за большими какими-то числами, номерами. Важно, что это реалистично, продуманно и целостно. Вот что важно. То есть то, что вы напишете, что мы проведем на 10 концертов больше просто так, да, или мы, не знаю, мы сделаем мероприятие для 200 участников само по себе, но это так не сработает. Все будет рассматриваться в целостном варианте, да, будет смотреться целая вот эта связка. Так, и опять-таки обоснуть, еще надо будет обосновать, почему вы выбрали именно такие индикаторы, почему вы думаете, что именно они помогут отслеживать вот эти позитивные изменения. Надеюсь, позитивные уже, мы подразумеваем, что это все-таки скачок в развитии, прыжок в развитии. Все, что касается вот здесь вот таких вот вещей, когда указан объем написания текста, вот тут, например, до одной третьей странички. Старайтесь этого придерживаться. Оценщики давали обратную связь, и они действительно очень просят придерживаться этих объемов. Ну, как они говорят, если плюс-минус какое-то там предложение, без которого вы считаете, ну, вот точно нельзя выразить свою мысль и довести до конца, да, до понимания того, как вы это видите. Ну, добавьте, ну, если вы пишете вместо третьей странички целую страничку, это уже действительно перебор. Также предлагаем не уходить в другую крайность, когда вы напишите просто пять слов или одним предложением, но вряд ли такая лаконичность тоже здесь поможет. Наверное, вы оставите слишком много таких для трактовок, да, что, может быть, будет недостаточно понятно для оценщика, что вы же все-таки имели в виду. Вот, еще раз, да, желтое, это все про вас, про организацию, вот. И опять, так, это я иду вниз, вниз, вниз. Ну, в общем, в принципе, да, вот как вы поняли, тут так и есть, что вы просто смотрите, что здесь написано, вот что написано, то и пишете. Вот правда, самое корректное, так и будет. Плюс, помните про объемы написанного текста, про хорошую структурированность и про факты, да. Также приводите какие-то факты, потому что мы сделали очень много, у нас было очень классно, но как бы трудно мерить такими категориями, особенно, когда ты там просмотришь уже таких 20 проектов или 50 проектов. Как сравнивать, да, успешность? Опять-таки, до две трети, например, странички про, уже опять, да, про вашу конкретно организацию, чем она занимается, в чем ее смысл, в чем важность для сообщества, для общества. Какие целевые группы, какая ценность, какую ценность для них вы создаете своей деятельностью, своим существованием. Опять, да, важнейшие достижения, важнейшие результаты, какие проблемы вы разрешили. Я не буду сейчас прям досконально переводить, но просто проверяйте, да, вот что написано, то и пишите. То есть это не на выбор, еще раз говорю, вот эти вопросы, они не на выбор, я отвечу, ну, наверное, на второй. Вот все, что здесь написано, еще раз говорю, на то и отвечаете. Описание организации, да, ее члены, структуры правления. То есть вы даете четкую картинку, как же действует ваша организация, что в ней происходит. Также по деньгам, да, что вы, в принципе, сюда все-таки вписываете вот в эти суммы и конкретно даете понять, как же тогда финансово вы уже действовали, да, какие ваши в этом плане финансовом тоже, какие есть уже достижения, да, что происходит. Ну, статистические показатели, ну, как тут написано статистические, вот это, конкретно вот этот блок четвертый, вот эта подглава, глава такая, она важна действительно только статистически для самого Кюска. И вот если вы тут напишите, что у вас там 15 человек, а не 17, боже, что же теперь будет, ну, скорее всего, тут уже точно ничего страшного не будет, это действительно статистические данные. Но с другой стороны, как показывает жизнь и практика, иногда это хорошо приземляет или отрезвляет сами организации, они садятся и начинают действительно считать, господи, а сколько же у нас действительно таких людей, да, а что же у нас происходит в списках наших членов, да, а кто же нам помогает. И что у нас действительно с работниками. Так что такая полезная инвентура для организации в любом случае. И мы все равно находимся еще на этапе подготовки, и несмотря на то, что здесь написано уже слово проект, это все-таки относится к подготовить, это еще не сама проектная заявка, но это очень важный этап. Это вот и есть та самая подготовка, тот самый анализ потребностей в развитии самой организации. И здесь вы должны приобщать, то есть вы не можете просто сесть сами кучкой членов правления и решить, ну, мы тут сейчас все и напишем. Нет, так не пройдет. И по идее тут как бы вам очень сильно намекают на то, вот когда спрашивают, кого вы приобщили, как изнутри самого, самой организации, так и снаружи. То есть, ну, как минимум, наверное, опросить своих же членов организации, каких-то активистов, добровольцев и спросить их мнение, как они видят, в чем развитие организации или в чем потребности, да, где те самые слабые места, над чем важно поработать. Так же и со стороны, не знаю, я не знаю, насколько ваша целевая группа находится внутри или снаружи, но, допустим, та же самая целевая группа, какие-то партнеры, любые другие, я не знаю, то же самое самоуправление, если это как-то важно, я не знаю, да, и посмотрите, в какой форме вы опрашивали. То есть, это важно прямо здесь в заявке это указывать. Как вы это делали? Вы провели какой-то, я не знаю, опрос, вы встретились, вы писали какие-то письма, вы поразвонили. То есть, как вы их информировали и каким образом вы получили информацию от них в свою очередь? То есть, каким образом была проведена вот эта коммуникация? Вот. И опять-таки, каким образом вы приобщили эксперта по развитию? И как уже и раньше про это говорили всегда, смотрите, когда вы будете уже писать потом проектную заявку, по идее, вы уже должны вписать его и в бюджет, и в план деятельности. То есть, если вы сюда не опишите, каким образом вы приспосабливали этого эксперта, каким образом вы с ним общались и о чем вы с ним договорились, то тогда будет странно, откуда он тогда взялся в бюджете. Ну, то есть, понимаете, вот эта связь, в принципе, все очень логично и жизненно. И тогда, соответственно, да, какие методы вы использовали для, допустим, фиксирования потребностей в развитии? Какие методики? Я не знаю, тот же самый классический наш свод, например, или еще что-то. То есть, чем вы пользовались, какими методиками, когда вы поняли, что вот это сейчас для нас главное. Мы делаем выводы, что вот здесь наше слабое место, мы хотим над этим поработать. И, опять-таки, как видите, каким образом зафиксированы. По сути, весь проект, привыкайте к этому, даже когда будете делать отчет, вы должны постоянно иметь доказательную базу, доказательный материал. То есть, если вы, допустим, заседали вместе с какими-то партнерами, со своей целевой группой, где это написано, да, где этот, я не знаю, протокол, где результат этого протокола, да, может быть, составлен был какой-то план. Также, когда вы будете потом проводить мероприятия, очень важно, да, всевозможные списки участников, опять-таки, протоколы, я не знаю, фотографии, все что угодно, вы должны уметь это доказать. Это очень важно. Поэтому имейте это в виду. Так, ну и что тут еще? Последнее в этом желтом блоке. Это, опять-таки, вы уже тогда анализируете, подводите, как бы, такие, как итоги, где же ваши, над чем вы будете, да, работать, ну, наверное, в этом проекте, где ваше развитие дальше. И смотрите уже, насколько, ну, наверное, это все-таки свод, самое-самое простое здесь учитывать, да, когда мы говорим, что насколько, в каком положении вы сейчас находитесь. То есть вы оцениваете свои сильные стороны, слабые стороны, возможности для развития, какие-то опасности. То есть вот те самые риски оцениваете. Вот здесь это важно все-таки сделать. Так, и вот синяя часть, она уже вот конкретно проект. И вот здесь вы пишете тогда уже цель проекта. Вот. Вот это очень важно. И помните про то, что все-таки, ну, более-менее одним предложением, хотя, конечно, мы видели такие предложения, которые как абзац, но это, можно сказать, такое филигранно выверено каждое слово в предложении, и оно действительно очень четко передает ту цель проекта, и становится понятно, что будет в результате того, как проект закончится. Вот. И помните, да, про, мы говорим здесь про новый уровень развития организации, то есть что будет с вашей организацией, куда вы выйдете. Вот этот прыжок в развитии мы говорим про организацию. Опять-таки, описывайте цель как достигнутый результат, а не как деятельность. Вот и описывайте здесь, описывайте. Небольшое описание самого проекта. Это важно просто для того, чтобы потом можно было бы поместить этот текст на страничку Кьюська, так же, как и вашу цель. Вот. Здесь мне очень нравится эта глава, потому что когда вы можете перед этим делать анализ риска, вы можете здесь тоже, да, посмотреть вот отсюда какие-то, как, ну, как сферы, да, сферы вашей деятельности, и, может быть, здесь вы тоже поймете, о, мы вообще не рассматривали айтишную сферу. Допустим, вы не обращали внимания, что у нас там с коммуникацией, вы можете ее тоже переоценить. Но сам факт, что сюда вы ставите, в принципе, максимально, не больше, чем три крестика. То есть даже если в результате анализа ваших потребностей вы поймете, что у вас их намного больше, вы их в заявку, вот в предыдущий анализ, вы это все пишете. Но сюда, конкретно в проект, и оценщики, и мы советуем брать не больше, чем три. И, конечно, чем уже фокус, тем лучше. Может быть, действительно стоит поработать те три темы, которые между собой максимально как-то связаны. Да, посмотрите, просто это действительно очень трудно держать этот фокус, и тогда отслеживать вот эти результаты. Естественно, все зависит от ваших ресурсов, от ваших компетенций. Если это все есть в организации, ну, почему бы и нет, но занимайтесь тогда аж тремя направлениями, если вы потянете. Но все-таки с точки зрения реализации у вас получится через, допустим, 12 месяцев достичь вот эти три результата. Вот с этой точки зрения рассматривайте. Опять-таки все подсказочки, все здесь написано жирным цветом. То есть вы должны отвечать именно на эти вопросы и понимать тогда, что же от меня хотят. И именно это писать. Копировать, вот один и тот же абзац везде прокопировать, но это тоже как бы ошибка серьезная. План деятельности, он очень даже классический. И на самом деле тоже очень хороший инструмент. Вы пишете даты, не надо писать прям конкретно-конкретно, но если вы только точно не знаете, допустим, что у вас уже назначено, я не знаю, Новый год, тогда понятно, что когда он там примерно плюс-минус, 1 января, 31 декабря. Вот так вы можете, вам позволено делать план с точностью до месяца. Тогда вы пишете конкретную деятельность, дальше вы раскрываете, что вы под этим подразумевали, то есть конкретно все-таки, что же вы будете делать, с кем вы будете делать, для кого вы это будете делать и где это будет происходить. И, соответственно, ответствующее лицо, кто за это отвечает. Таким образом вы все это составляете. Надо ли сюда вписывать, как вы видите, подсказка идет, в том числе, и как вы будете приспосабливать и приобщать эксперта по развитию. Он уже должен быть здесь в плане. На всякий случай, еще раз мы повторяем, эксперт, он не для того, чтобы вы с ним поработали в начале проекта, и дальше он в самом конце проекта посмотрит какие-то ваши бумаги, отчеты и скажет, ну, наверное, у вас получилось. Вы с ним работаете на протяжении всего проекта. Вот только тогда это будет учитываться, что вы его приобщали. И, соответственно, тут тоже надо, если надо, то вы обосновываете, почему именно это должно быть задействовано, то есть конкретная деятельность, почему вы считаете, что это должно быть, и каким образом эта деятельность способствует прыжку в развитии вашей организации. Здесь вы указываете важнейшие результаты. То есть вы тоже понимаете, да, вот эти вот перепланирования и промежуточные результаты, кстати, тоже хорошо ставить, потому что у вас в любом случае будет промежуточный отчет. И смотрите, куда вы хотите дойти. Почему это хорошо? Это, опять-таки, очень хорошо держит вас в этом, в таком хорошем ритме, да, назовем это так. И не случится такого, что у вас сперва простой застой, а потом все вещи случаются одномоментно. Поэтому тоже продумайте и временной график, соответственно, и, ради бога, еще раз, это должно быть реалистично. И ставьте те же самые сроки, они должны быть реалистичными. Так, посмотрим. Ну вот здесь вот все-таки эти риски. Еще раз, да, продумайте риски, то есть что будет, то есть получится или не получится воплотить, и что вы готовы сделать для того, чтобы эти риски как-то снизить. Здесь тоже обращаю внимание на то, что не стоит думать, что если вы сюда не напишете ничего, то это и значит, что вы большие молодцы. Наоборот, для оценщиков это как раз знак того, что вы не совсем в контакте с реальностью или вы даже не подумали про то, что может случиться. Наоборот, чем тщательнее вы продумаете эти риски, тем в первую очередь вам же это будет в помощь. Если это действительно этот риск случится, то что вы можете в этой ситуации сделать? И это глава, 12 глава важна с точки зрения того, что, в принципе, и любая программа, и любой фонд, они хотят знать, что после того, как заканчивается проект, жизнь и идея проекта продолжаются. То есть это про то, насколько жизнь не способен ваш проект после окончания проекта. То есть оставитесь ли вы в живых. Здесь надо будет очень конкретно написать три шага, каким образом вы будете сохранять вот самый достигнутый уровень. То есть никаких откатов тоже быть не может. Более того, даже надеяться на то, что вы увеличите вот эти достигнутые результаты и пойдете дальше в рост. Имейте это в виду, это очень важно. Так, и здесь тоже, ну, наверное, это больше такая как статистическая вещь, поэтому тоже отмечайте что-то одно. Если не нашли здесь, по вашему мнению, ничего близкого, тогда напишите вот здесь слово «му», что-то особенное, ну, тогда и напишите, что же это такое. Так, что тут у нас еще такого самого важного? Ну, тоже, да, вот здесь надо будет вот это все прочитать и выбрать что-то одно, только самое важное. То есть на чем вы все-таки сконцентрируете свое внимание, где вы будете, куда вы будете вкладывать вот свои все силы, все ресурсы, да, на чем будет ваш фокус. Смотрите, и здесь уже идет про команду. Очень желательно, да, вот как здесь написано, еще раз говорю, так и сделайте. То есть, естественно, не надо все резюме с фотографиями сюда делать, но очень коротко, да, вот примерно... С чего вы взяли, что, допустим, да, проект, ну, руководитель проекта, он справится с этим проектом? То есть вы сюда и пишете, допустим, предыдущий опыт, у него столько-то лет он в этом работал, у него такое-то образование, он обладает такими знаниями, навыками, квалификациями. И, соответственно, вы пишете. Очень желательно, что вы сюда пишете уже конкретные имена. Если, почему оценщики так хотят? Потому что были случаи, когда сперва просто расписывали руководители проекта, руководители коммуникации, еще кто-то там, ну, пять или шесть таких вот должностей, а по факту потом оказалось, что это все один человек. Естественно, что это огромнейший риск. То есть проект достаточно длительный. Если с одним человеком что-то случается, то, собственно говоря, все, то есть проект не жизнеспособен. Поэтому формируйте свою команду. Еще раз, да, команда формируется из тех потребностей в развитии, которые вы нашли у себя, да, из тех пробелов, может быть, или из того направления, куда вы будете развиваться. То есть вот вы отсюда формируете свою команду. Если каким-то образом вы понимаете, что вы сейчас, вам, ну, опять, допустим, вам нужен специалист по коммуникации или по финансам, и вы сейчас не можете еще конкретно кого-то, ну, вот представить конкретного человека, тогда напишите сюда, что вы точно будете искать такого специалиста, и, допустим, вы проведете, ну, в начале проектной деятельности вы сразу проведете, ну, допустим, какой-то конкурс, или вы, то есть каким образом вы будете находить этого специалиста, в каком числу вы готовы сказать, что он у вас уже точно будет, да, что вы его найдете. То есть чем больше конкретики, тем лучше. Так, смотрим. И опять-таки роль эксперта. Как видите, да, что, чтобы обозначить роль эксперта, ну, вы точно должны будете с ним про это проговорить, да, на что он подписывается с вами, на что он не подписывается, что он конкретно будет делать, почему нужен именно эксперт в этой области, почему мы именно его выбрали. Поэтому это все надо будет. Соответственно, вы уже, вот уже после нашей встречи, да, может быть, уже кто-то сделал, ищите экспертов, договаривайтесь, берите ценовые предложения. Кстати, обращаю ваше внимание, почему чем раньше вы найдете этого эксперта, тем лучше. Расценка у экспертов может быть очень разная, даже от маленьких сумм до достаточно серьезных. И из-за этого будет очень сильно зависеть тоже ваш бюджет. Поэтому чем раньше вы встретитесь с экспертом, обговорите с ним свои будущие планы, деятельность, количество, я не знаю, встреч, объем работ, и сколько это будет стоить, тем вы сможете лучше составить, ну, как лучше, правильно составить проект. Вот. И здесь есть также место для того, кого вы приобщаете, да, еще в свою организацию в виде волонтеров или партнеров. Насчет партнеров скажу так, что если вы у кого-то покупаете услугу, да, что тогда это, скорее всего, не услуга, это просто такая, как деятельность, да, вы просто покупаете услугу. То есть партнерство – это все-таки чуть шире. Вы что-то вместе уже делаете. Вот. И это уже могут быть, ну, кто угодно, да, и предприниматели, местное самоправление, другие какие-то организации, все что угодно. Очень красиво, если и, ну, и это, наверное, нормально, если бы уже с ними предварительно поговорили, да, и получили от них свое согласие. Не просто, что вы предполагаете, что они вам будут партнерами, да, вы с ними уже поговорили. В идеале вообще, чтобы вы получили от них хоть какое-то гарантийное письмо. Вот. Вот. И тут уже такая дополнительная информация. Сюда вы можете уже что-то тут добавить, еще какие-то ссылки, какие-то материалы, если вы посчитаете нужным. Пока вспомнила, сейчас скажу тоже, Таня сказала про это. Если, допустим, проект кто-то, не тот подписывает или нету права подписи, вот, имейте в виду, что все доверенности на право подписи должны быть сделаны уже до того, как, ну, то есть вы подаете проект. Имейте в виду, то есть доверенности должны быть с тем числом, которое уже как бы раньше было, и, соответственно, в дигитальном виде. То есть задним числом это уже будет ошибка. Вот. Что тут у нас еще? Ну, тут, в принципе, просто, да, что вы консультировать, не консультировать, это тоже интересно для самого пюска, для статистики интересно. И вот здесь тоже такой чек-лист, очень полезный, на наш взгляд, да, вы еще раз проверяете, есть ли у вас это или нет, находятся ли там те же самые вот эти необходимые документы, и опубликованы ли они в общем доступе для всех. Проверяете, есть ли отчеты, есть ли ссылка на этическую деятельность, так называемый этот этический кодекс. Проверяете все там. Если нужен Ари-план, тогда вы прикладываете этот бизнес-план. Кстати, у нас на страничке Кюська есть тоже краткое руководство по написанию бизнес-плана. Там это тоже есть, и там тоже есть ссылки на Excel-таблички, где можно финансы сделать. Вот, в любом случае. Вот, это очень кратко, но чтобы вы понимали, да, что все-таки есть две части, их не перепутайте, и обе очень важны. Вот, тогда я передаю слово дальше нашей гости, Нелли Каликова, она представляет организацию IT2GCISCUS, и она расскажет нам про успешный опыт участия вот в этом конкурсе. Они получили финансирование. Нелли, я с удовольствием передаю вам слово. Добрый день всем, на что меня пригласили сюда поделиться опытом. Ну, надо сказать, что опыт приходит через попытки удачи и неудачи. Поэтому КЮСК-2 мы, естественно, получили, потому что мы сделали КЮСК-1. КЮСК-1 был для нас очень сложным, потому что он был как бы первый такой формат, который мы использовали, и нам в этом очень помогла наш эксперт Елена Ротан-Вальтер, которая нас буквально за ручку водила по требованиям, которые вот сейчас вы изложили вот эти по проекту, и очень помогала нам и при составлении проекта, и в дальнейшем при его, значит, внедрении. Ну, я, может быть, немножко повторюсь с тем материалом, который сейчас изложили, но я просто скажу, что для нас было легко, а что было трудно. Сам трудно был первый пункт цели, потому что мы все время хотели туда запихать и деятельность тоже. И вот этот такой рефлекс изжить было очень трудно, потому что все время мы хотели все туда запихать, всю деятельность. И кроме того, даже Елена иногда над нами посмеивалась, что поскольку мы всегда были такой довольно-таки бедненькой организацией с очень скудным финансированием, то, получив проект, мы хотели запихать туда все. То есть благодаря этому проекту, так сказать, изменить свою жизнь напрочь. Здесь, конечно, надо вот это правильно, что придерживаться именно того, что сейчас спрашивают, то и отвечаешь. То есть не надо объять необъятное, нужно делать конкретно то, какую цель поставили, того и придерживаться. Вот там есть такой пункт индикаторы. Это очень такой популярный среди тех, кто финансирует проекты, но очень трудный для тех, кто их исполняет, потому что индикаторы бывают разные, и ценность одних больше, других меньше. Мы пришли к такому выводу, это мы в одной, в одном литературном источнике нашли такую градацию, и мы ее использовали, она очень хорошо подходит. То есть мы разделили все индикаторы на три части. То есть индикаторы квантитативные, то есть это самое простое, сколько участников, сколько семинаров, сколько, ну такое. Но это тоже показатель того, как работаешь. Второй – это квалитативные. То есть это более трудный индикатор, но он тоже, его можно определить, например, там обратная связь участников, довольство или недовольство слушателей и так далее. То есть у каждой организации это разное. И третий пункт в индикаторах мы делали как индикаторы результатов. То есть это потом помогает в отчете, потому что это индикаторы, которые показывают, что что-то изменилось качественно и получился какой-то результат. Вот если разделить индикаторы вот на эти части, то тогда их найти и сделать значительно легче, чем если просто вот так вот в рассыпную разные индикаторы поставить. вот теперь хочу сказать, что хотя фотоанализ такой старый и классический, но он очень полезный, потому что если его сделаешь, начинаешь немножко больше понимать само себе и о своей организации. То есть если ты просто вот так вот живешь и живешь, работаешь и работаешь, это одно дело. А когда ты вот эти все эти четыре пункта определишь, что у тебя и достижения, и недостатки, и сила, и опасности, и вот когда ты это все разделишь, то тебе намного легче сказать, чем ты занимаешься. Еще мы использовали такую вещь, как описание best practice. То есть все-таки у каждой организации тот критерий, что хотя бы год должна она проработать, конечно, накапливаются какие-то хорошие вещи, которые удачные и, может быть, не очень удачные. Вот свои удачные вещи лучше бы, конечно, в этой заявке и описании своей организации тоже описать, потому что по-эстонски есть такая смешная поговорка, что кто же хвост собаки задерет, если не собака сама. Так что в этом плане эта скромность здесь не украшает. То есть нужно посмотреть, что ты хорошего сделал, и это же и написать, что это не хвостовство, это констатация твоего, ну, хоть маленького, но успеха. Теперь очень нам, опять-таки, исходя из нашей такой тотальной многолетней бедности, мы очень не то, что не хотели, но думали, ну, зачем нам выездной семинар? Потому что Елена, она долго работает уже с организациями, и она настаивала, что это должно быть. И нам казалось, что это зря деньги потратим, и ну, хорошо, но мы можем же в городе собраться, так сказать, за бесплатно, а то тут нужно куда-то выезжать и платить за ночевку, и за этот, ну, запитание, и прочее, прочее. Оказалось, что это была, в общем-то, жемчужина нашего проекта, потому что, хотя мы выехали не очень далеко от Таллина, но участники такие были, ну, большинство из нашей организации, мы впервые за многие годы выехали вообще в какое-то другое место, и люди стали думать там совершенно по-другому, то есть никто не отвлекался на то, что когда, куда ему надо бежать, когда ему нужно закончить рабочий день или что, все были свободны, все, и вот эти браинсторминг получался очень хорошо, и хотя это смешно, потому что наша организация вообще очень старая, мы работаем с 94-го года, с этого года многие участники еще и не родились, так что и, соответственно, и наш персонал, и работники тоже за это время, кто основал или кто все время там был, тоже постарели уже такие, не молоденькие, но все на выездном семинаре вели себя как будто школьники, которые выбрались из школы куда-то на свободу, и это очень сильно повлияло на наше участие в проекте, потому что мы там разрабатывали все планы, которые надо, и у всех как-то, я не знаю, или от свежего воздуха, или от того, что домашние проблемы не давили, у всех как-то мозги раскрылись, и все стали очень здорово думать, поэтому я, конечно, очень благодарна эксперту за то, что она настояла на этом сам, и мы сейчас на КЮСК-2, конечно, тоже это уже готовим, но уже не так сопротивляемся этому. Немножко я продолжу насчет эксперта. Конечно, эксперт очень нужен, и одна ошибка, которую мы сделали, я даже не понимаю, как это произошло, но когда мы делали бюджет, то в бюджете есть с правой стороны такое описание расходов, почему такие и такие расходы. Мы там все красиво расписали, это уже сейчас на КЮСК-2, зачем нам нужен эксперт, сколько он стоит, сколько ему там еще дополнительно какие-то расходы, и все. И в общий бюджет забыли включить эксперта. Мы потом, и, к сожалению, этот проект, он так и прошел, и он выиграл, так сказать, этот конкурс, вот, и потом мы чесали затылок, думали, что делать, и потом просто лапки кверху сдались и попросили КЮСК, чтобы мы сделаем изменения в бюджете и немножко уменьшим там колитус или что-то, чтобы впихнуть туда этого бедного эксперта. И вторая ошибка, которую мы сделали, это, ну, поскольку Елена очень такой занятый человек, и мы решили, что в этот раз мы попробуем другого эксперта, который связан был с нашей организацией, знал нашу работу, и как бы ей включиться было несложно. но вот здесь мы упустили одну вещь, которую тоже нужно смотреть, потому что в требованиях проекта написан конфликт интересов между, например, Югаттус и организацией или там какие-то расходы, которые связаны с этим Югаттус. мы не обратили внимания, что с экспертом может произойти такая же вещь. То есть эксперт сам по себе, но у него есть, например, организация, у которой мы планировали заказать колитус. и это не совсем правильно. То есть мы все-таки потом эту ошибку мы сейчас эту ошибку исправляем, тем более, что наш эксперт временно уехал на юг Эстонии, у нас контакты были такие затрудненные, поэтому скорее всего, что нам сейчас хотя говорят, что на переправе коней не меняют, но скорее всего нам придется попросить у Кюска разрешение с полпроекта сменить эксперта, потому что потом мы не сможем объяснить, почему получается конфликт интересов. Это неправильно. Поэтому я обращаю внимание, что когда вы будете смотреть вот эти конфликты интересов, то это не только Югатус и их подчиненные организации или там фирмы, но еще эксперт тоже, чтобы эксперт все-таки когда он свободен и не имеет никаких других интересов, то это намного облегчает жизнь. теперь еще очень полезно все-таки когда вы готовите проект, вы основаетесь на каких-то документах, на какую-то литературу используете для этого. вот это все лучше конечно там перечислить в проекте, потому что это показывает, что люди не с потолка это все берут, а учились, занимались, подготовили, и это дает оценщикам проекта тоже представление, что люди знают, что они делают. теперь в чем суть вообще вот этого нашего проекта и QSK1 и QSK2 мы пришли, во-первых, это очень немного проектов вообще, которые идут на финансирование касаются самих организаций, потому что проектов много, есть зарубежные проекты, их сейчас меньше, конечно, но в принципе есть и эстонские, и они чаще все касаются деятельности, то есть как своим клиентам помочь, как пациентам, как с их группам и так далее, но о том, кто ими занимается, об организации, это очень редко кто занимается, и вот это я просто приношу большую благодарность Кюску, что он подумал о самой организации, потому что наша организация постарела так же, как и я, то есть мне уже 73, и мне пора, я уже готовлю так сказать, чтобы, что у меня есть люди, кто заменит меня, и все, вот, но со мной вместе и много постарело наших работников, и мы немножко отстали, что у нас получалось очень хорошо, это деятельность, то есть мы очень много занимаемся с группами риска и прочее, и прочее, прочее, вот, но сами мы немножко отстали, и самое слабое у нас то, что любят делать те, кто иногда делает очень мало работы, но любит делать свой пиар, а вот у нас этот пиар ну никак не получался, вот мы все сделаем, а прокукоректать, что мы вот сделали то-то, то-то и то-то, ну вот, все, может, следующее делаем, и вот оказалось, что это тоже очень важно, потому что социальные сети очень важно, чтобы ты подключен был, чтобы веб-страница у тебя была не просто там справочник о тебе, когда ты работаешь, когда ты принимаешь, или что ты делаешь, но чтобы это была живая страничка, которую можно читать. Потом нам надо учитывать, что молодежь не любит читать и не любит длинные тексты, и нужно привыкать свои мысли оформлять в короткие клипы, не клипы, но или какие-то такие сообщения, которые в телефоне можно прочитать за пять минут. мы мы вообще не учитывали и оказалось, что это вообще-то очень востребовано и нам нужно переучиваться. То есть все каналы коммуникации у нас хромали и отставали от жизни. И вот этот проект сейчас нам очень помогает, потому что мы будем, вернее, мы уже оживляем, чтобы у нас эта страница как бы восстала из пепла, как птица Феникс, чтобы ее читали и любили. Потом в соцсетях обязательно, чтобы у нас была всякая информация. Одним словом, разработка новых каналов, которые мы очень слабо использовали. Даже вот когда вы сейчас говорили, как нужно будет потом отчитываться, Ирена, конечно, нас научила, что каждый шаг нужно доказывать. То есть был семинар, значит, сделали список, кто участвовал, контакты, подписи и все, чтобы это было как бы документ. Но сделать еще фотографии у нас ума не хватало. То есть когда уже все заканчивалось, тогда мы похватывали, что ой, ой, сделать фотку не сделали. То есть вот эти все-таки современные пиар-средства нам нужно просто вызвать такой новый условный рефлекс, который у нас, к сожалению, нет, но который очень полезный не только для отчета, для кюзк, но и для того, чтобы вообще показывать обществу, что мы делаем, как мы делаем, и чтобы это было и показательно, и кратко. Что еще очень полезно, это и в плане работы, и в плане дальнейшего отчета, это если есть какая-то группа целевая, спросить у нее мнение. Вот был семинар, спросите как, потому что не всегда это очень льстит, потому что если семинар скучный, то получишь 10 листочков, на которых написано, что было скучновато, ты почешешь репу и подумаешь, как в следующий раз сделать это интереснее и лучше. То есть для работы это очень большая польза и для самомнения тоже полезно знать на самом деле, что о тебе люди думают. И еще очень полезно, если есть целевая группа, то такой вид, как это как бы история успеха. И я думаю, что в любой организации, в любой деятельности есть история успеха. Если, например, там какой-нибудь получился прекрасный вечер или же там какой-то спектакль или что-то. Но у нас контингент специфический. Например, нашу эту руку, которую мы сейчас будем использовать, когда будем отчитываться, это человек, который жил на Пале, Сара в палатке. Это наркозависимый. Он жил в палатке, например, летом, но когда началась осень, начался холод, и он пришел к нам просто для лечения. Но мы узнали, что он живет в палатке, что у него нет ни работы, ничего. И мы все хором взялись за него. И теперь уже у нас весна. Во-первых, он живет не в палатке. Мы добились его места в социальном доме. Он получил врача. Мы сделали ему анализы. Оказалось, что это ВИЧ-инфекция. Мы определили его на лечение. Потом он получает какое-то минимальное пособие. Ему врач будет оформлять инвалидность. И даже частично может он будет работать. Он приходит к нам совершенно с другим лицом. Когда он приходит, мы радуемся, как будто к нам пришел Дед Мороз. И вот такие лоты очень вдохновляют других людей. Потому что просто бомж, который жил в палатке. Но оказалось, что если почистить, помыть, он в первом социальном доме первое, что он делал, он три раза в день ходил в душ от счастья. Поэтому можно сделать человека счастливым, более здоровым и более полезным обществу, потому что он перестал быть вором, он перестал быть и вот такие лоты. Если каждый найдет свои организации, то это было бы очень интересно и читать, и отчитываться. Теперь еще я хотела сказать. Вот мы сейчас, кстати, по совету Пюска, мы сделали заявку Договор о разнообразии, как его назвать. Нас встретили там очень хорошо, придут к нам тоже к нам в гости, и мы будем в этом плане развиваться, чтобы контакты, обмен опытом и прочее, прочее. То есть вот это очень полезно, и может быть даже кто будет делать заявку, может быть даже запланировать это. Сначала нужно познакомиться, это Центр прав человека, там на их страничке все написано. Если вам это подходит, то я думаю, что это можно даже включить в план работы, и это тоже украсит проект как такой полезный контакт. еще хочу рассказать два слова об очень трагичном случае, для меня трагичном, потому что об этом говорили уже несколько человек, что заявки сдавайте вовремя. И это было лет, я не помню, пять или шесть, даже больше назад, когда я делала для Кюска проект. Он тоже был такой немножко как бы в пользу организации. довольно большой, довольно сложный, и есть иногда у меня такая привычка все на последний момент оставлять. И все было рассчитано, но я не рассчитала, что когда бюджетные эти заполняешь таблички, они такие сильно умные, то есть там что-то не так сделаешь, она тебе фигу покажет, что неправильно, думай дальше. И вот то, где я планировала, предположим, что я это сделаю за полчаса или за час, оказалось, что не получается, не получается, не получается. И когда получилось, это было 15.05. Я отправила, и в свою очередь Кюск показал мне фигу, сказал, надо вовремя все делать. И этот большой проект пропал, и это отбило у меня охоту делать новые заявки для Кюска наверное лет на пять. Поэтому следующий был только Кюск один. Но я сама виновата была, и поэтому я призываю вас оставьте запас хотя бы день-два, чтобы отшлифовать, и чтобы все это, как бы все эти таблички соответствовали, играли, и все такое прочее. То действительно серьезно, Кюска действительно не подтвердит проект, который опоздал на пять минут. Это очень принципиальные люди. Так что на этом я, если у кого-то есть вопросы, может быть, я могу ответить, но ой. Благодарю вас, очень было интересно послушать, спасибо, что согласились. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне, к Ане или к любому консультанту, чат мы уже поставили сайт mtuabi.ee и там же есть руководство по написанию проектов для тех, кто пишет проекты в первый раз, это очень хорошая помощь такая, тоже этим воспользоваться. Мы желаем удачи, надеемся видеть ваши проекты поддержанными. Все, всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, до новых встреч, удачных проектов.